Наша недельная глава называется Гдашим. Меня спрашивали по поводу недельной главы. Дело в том, что у нас читается глава Гдашим, а в Израиле читается сейчас глава Эмор. И почему это так? Так, дело в том, что когда у нас закончился Песах, он закончится в Шаббат, и мы читали главы, связанные с Песахом, и не читали главу Ахареймод. Поэтому мы неделю еще после Песаха читали Ахареймод, чтобы прочесть ее в субботу. А в Израиле Песах закончился в пятницу. И получая в субботу, могли читать главу Ахареймод. И поэтому в Израиле читали Ахареймод в субботу. И поэтому они раньше начали главу Эмор. И потом, летом, мы знаем, что так календарь устроен, что главы эти соединятся, и все, и будет все одинаково, как в Израиле. Вот так. Глава Гдашим. Начинаем главу Гдашим. И говорил Бог, обращаясь к Машет, так. Говори со всем обществом, сынок Израиля, и скажи им, святы будьте, ибо свят я Бог всесильный ваш. Будьте с каждой матери своей и отца своего, и с субботы мы соблюдайте, я Бог всесильный ваш. То есть наравне с заповедью суббота поязнь отца и матери. Настолько это важная заповедь. Но интересно то, что если тебе говорит отец, что ты должен нарушать субботу, то ты не должен этого делать. Как бы ни было, важно заповедь бояться родителей. Мы боимся родителей, мы эту заповедь выполняем, и даже любые странности мы обязаны выполнять. Не только почитать, но и бояться нужно. Почему написано, будешь каждой матери своей, после отца твоего, в вести заповедях мы знаем, чти отца твою, мать твою, дабы продлить с дитвой на земле. Почему там впереди папа, а тут мама? Трудно сказать. Мудрецы говорят, что мы почитаем больше мать, поэтому Тора ставит впереди отца в вести заповедях. А боимся мы больше отца, поэтому Тора говорится, бойся матери, чтобы мы так же боялись мать. И если мы плохо ведем по отношению к отцу и матери, это не меньше, чем нарушение субботы. Вот так. Не обращайтесь к идолам, ибо говлет их, не делайте себе, и о Бог всесильный ваш. Что такое идол? Вот они обязательно взять кусок дерева, вырезать какую-то статую и ей поклоняться. И обращаться. Любое небесное создание, даже солнце, луна, звезды, если мы будем поклоняться, обращаться к ним, скажем, что небо ты большое, и помолись за меня Всевышнему, ты ближе ко Всевышнему, то это настоящее идолопоклонство. Мы обязаны молиться напрямую всесильному Всевышнему нашему. Вот так. И когда зарежете жертву мирную Богу, делайте это по желанию своему. В день жертвоприношения вашего и на следующий день должна она быть съедена. А оставшаяся же на третий день должно быть сожжено на огне. Если же на третий день будет от нее съедена, то мерзость – это не удостоится благоволения. Что такое мирная жертва? Это жертва, которую мы режем благодаря разным событиям. Допустим, человек жертву по обету приносит, мирную жертву приносит, или благодарственный, что он вышел из тюрьмы, или перешел в пустыню, остался в живых, также морское путешествие опасное, остался в живых. И благодарность мы приносим эту жертву мирную. И мы едим. Часть отдаем коину, там грудину и правую заднюю горень, которую ее приносит. Но едим. И можем ее выносить из храма и угощать наших друзей, в общем, родственников. В общем, проблем с этим нет. Но ее съесть нужно, здесь написано, два дня и ночь между ними. Есть даже вертвы мирные, которые тоже съедаются до полу, один день и до полу ночи. Допустим, жертва по обеду у нас съедается до полу ночи. А вот остальные жертвы, в основном, два дня и ночь между ними. Даже интересно, если берем жертву Песах. Песах должна быть съедена до полу ночи. Она должна быть до утра, съедена до полу ночи, мудрецы постановили. Но, если у нас недостаточно мяса, чтобы наесться, получить довольствие от праздника, то мы берем дополнительное животное, режем, называя жертва Хагига. Вот это жертва, это мясо, мы можем есть два дня и ночь между ними. Но, чтобы мы не перепутали, просто пьется 4 стакана вина, и это можно перепутать за столом, что останется часть мяса, которое мы будем думать, что Хагига, это жертва Песах. Поэтому мудрецы постановили, что так же едим до полу ночи, и жертва Хагига, и на следующий день сжигаем остаток. Вот так. И тот, кто ест на третий день, понесет вину свою, ибо святыню Бога сохранил он, и оторван тобой, душа его от народа ее. А когда будете жать жатву в стране вашей, не дожиная до конца края поля твоего, и опавшее при жатве твое не подбирай. Это называется пиак, часть поля, которое мы оставляем. Тор они пишут, сколько это, мудрецы говорят, что это около 1,6 урожая мы оставляем в поле. Но интересно, что мудрецы говорят, если человек богат, у него большое поле, огромное, большой урожай, и знает, что в этом месте он живет много бедных, то он может оставить на поле и больше, чтобы им было. Вот так. Это уже надо спрашивать уравинок, который будет в то время, и он скажет, как поступать. Но хорошее дело оставить больше, если есть много нуждающих. И виноградника твоего не обирай до чистой, и оставшихся отдельных ягод твоих виноградники не подбирай. Бедному пришельцу оставь их, и о боксе сильный ваш. То есть, что касается винограда, все некрасивые веточки мы не собираем до последнего. То есть, есть какие-то веточки, которые ходят в сибелек, и там немножко ягод, красивого вида товарного не имеет, мы их оставляем. Для бедного, для пришельца оставляем, и то, что упало, тоже оставляем. Вот так вот. Не крадите, не отрицайте истину, не обманывайте друг друга. Не клянитесь сложно именем моим, чтобы не бесчестить имя всесильного твоего, я Бог. Не обирай ближнего твоего, и не грабь, и не задерживай у себя на ночь заработок наемника твоего до утра. Не за слов глухого и перед слепым не глади препятствий, и бой сильно от твоего, я Бог. Что касается бедных людей, слабо защищенных, то очень надо четко следить за тем, чтобы человек получил свою зарплату в то время, когда мы договорились, и не оставляет надо заработок до утра наемника твоего, потому как, может, я прокручусь, до утра что-то еще сделаю на эти деньги, утро ему дам. Нет, так делать нельзя. Мы обязаны вовремя, когда говорили, создать зарплату. Не совершайте несправедливость на суде, не будь снисходительной к нищему, не угождая знатному в правде суде ближнего своего. То есть не надо говорить, что тот нищий и богатого ничего не станется, ни с чего с ним не станется, не обеднеет, если я решу судебное дело в пользу бедного. Или наоборот, этот богатый, уважаемый человек, значит, он прав. Так тоже нельзя делать. То есть по правде суди ближнего твоего, Тора говорит, не сходи сплетником в народе своем и не оставайся равнодушным в крови крови ближнего твоего. То есть человек, который сплетничает, он все равно, что проливает кровь ближнего. Вот так. Интересно рассказывает одну притчу, интересную о раввине, который общается с человеком. Этот человек разносил о раввине сплетни. И он понял, что неправда. Он пришел и сказал раввину, да, я разносил сплетни о вас, говорил, я извиняюсь, простите, я готов тебя прости, но для этого ты должен принести подушку. Задание было странным, он принес, он говорит, распусти перья этой подушки по ветру. Он взял и распустил перья по ветру. и раввин ему сказал, теперь собери перья. Так это же невозможно. Он говорит, вот так же невозможно исправить то, что ты сделал своим языком, сплетнями. Вот так. Надо больше молчать. А если хочешь говорить, пожалуйста, то разрешай, говори, сколько хочешь. только говори о Торе, рассказывай законы, учи, хорошие дела делай. Вот так это можно. Но что-то говори. Тем более, с одной стороны, ту сторону, которую видит человек, он может действительно быть в его глазах неправым, о том человеке, который говорит. А всесильный видит все со всех сторон. И поэтому то, что нам кажется, не всегда является правдой. Поэтому лучше молчать. Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему. Увещевай ближнего своего и не понесешь за него греха. То есть увещевай ближнего своего и не понесешь своего греха. Тора нам говорит, что пришли братья к Иосифу. Он им сознался, что он Иосиф. Они все в шоке. Страх на них напал. Что это такое? И Иосиф говорит, не печальтесь. Все хорошо. Он так не сказал. Он говорит, не печальтесь, ибо не вы виноваты, что меня продали в Египет. Это всесильный послан перед вами, чтобы спасти вас дать жить многочисленному народу. сейчас будет голод. Дальше все это Иосиф объяснил. И братья успокоят. Вот что значит увещевать. Четко так человека успокоят, как это положено. скота. Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего и люби ближнего своего как самого себя. Я Бог. Установление мое соблюдайте, скота твоего не своди с другой породой и поля твоего не засевая зерном разнородным и одеждой смешанной ткани шерстяной и льняной да не покрывает тебя. Это выше нашего понимания одежды шерстяной ткани. То есть ткани ткут из ниток. Если мы возьмем одну нитку шерстяную и ставим ее с льняными нитками вместе или наоборот, в общем получается смесь шерстяной шатной так называемой. И мы не можем такую одежду носить. Почему мы тоже не знаем, потому что выше нашего понимания у кем эти заповеди можем только догадываться, допустим, потому что в храме такая смесь подписана, что допустим одежды коинов идут из голубой шерсти, пограницы, червицы и льна скручных вместе, то есть шерсть и лен. И также и завеса от теряющей святили считается потолок храма завеса при входе во двор и завеса при входе в шатер, в полох так называемый. То есть все здесь сделано из шатнеза. Может быть поэтому нам нельзя делать так, как делать в храме? Может быть. Но это мы можем просто догадываться. Тора не объясняет нам четко почему. Если человек ляжет с издлением семени с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная или свобода не дана ей, то оба должны быть наказаны на смерти и не должны быть преданы, ибо она не была освобождена. И пусть принесет он повинную жертву свою Богу к уходу штер откровения барана пусть принесет повинную жертву и скупит коин его грех, который он совершил, принеся барана в повинную жертву перед Богом и просчет ему грех его, который он совершил. То есть если бы она была уже свободная женщина и он не был бы ее хозяином, тогда естественно плод до смертной казни. То есть если суд докажет его вину, то да. Но так как она еще рабыня его фактически, то он должен принести жертву и скупить свой грех. И когда придете вы в страну и посадите кое-либо дерево плодоносное, то считайте плоды его необрезанными. Три года да будут они для вас необрезанными. Нельзя есть их. А в четвертый год все плоды его освящены восхвалению Бога. В храм идут. В третий год мы не снимаем урожай. В четвертый год храм приносим, кое нам отдаем. В пятый же год вы можете есть плоды его и умножатся для вас плоды его. Я Бог все сильный ваш. То есть это касается когда приедете в страну. Это страна Израиля. Вот так. В других сторонах этот закон необязательный к выполнению. не ешьте с кровью, не гадайте и не ворожите. Не стригите краев волос вокруг головы вашей и не порти края бороды твоей. То есть кровь мы не едим. Гадаем, ворожим. Нельзя это. Все нельзя это. Так. Края бороды не стригите вокруг головы вашей и не порти края бороды твоей. И царапим по умершим не делайте на теле вашим. И на колотой надписи не делайте на себе. Я Бог. Не оскверняй дочери твоей предавая разврату, чтобы страна не извратилась и не наполняя страна развратом. Суббота мои соблюдайте и святилище мое чтите. Я Бог. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к знахарям. Не ищите оскверниться ими. Я Бог всесильный ваш. Перед сединой вставай и уважай старца и бойся сильно твоего я Бог. Старец человек настиг 70 лет уже перед ним надо вставать. Не взирая что он еврей или не еврей. В общем он уже уважаемый человек. То что касается мудреца Торы. Перед мудрецами Торы тоже надо вставать. И когда будет жить у тебя пришелец в стране вашей, не притесняй его, как житель страны среди вас пусть будет у вас пришелец проживающий среди вас. Люби его как самого себя ибо пришельцами были вы в стране египетской бог всесильный ваш. Не совершайте несправедливости на суде в измерении в весе и в мере весы верные и гири верные эйфа верные и гин верные пусть будут у вас. Я бог всесильный ваш который вы в стране египетской соблюдайте же все основления мои и законы мои и исполняйте их я бог и говорил бог обращаясь к маше так скажи сынам израиля всякие сынов израиля и из пришельцев проживающих среди сынов израиля кто удаст кого-либо из детей своих молеху смерти да будет предан народ земли да забросает его камнями и я обращу лицо мое на человека того и отторву его из среды народа его за то что отдал кого-либо из детей своих молеху чтобы осквернить святилище мое и обесчестить имя моё то есть служение идолам своих детей если же народ земли отвратит глаза своя человека отдавшего кого-либо из детей своих молеху дабы не умышлять его то обращу лицо мое на человека того и на семью его и отторву его из всех совращенных им на блудное хождение за молехом и среды народа их то есть мы не можем равнодушно относиться к тому кто-то идет служить идолам которые об этом предупреждают что будете виновны в этом надо все силы перед того чтобы этого не было и на того кто обратится к вызывающих мертвых или к знахарям совращаясь ими обращу лицо мое оторву души его из среды народа его освящайте же себя и будьте святы ибо я бог всесильный ваш и соблюдайте уставления мои исполняйте их ибо я бог освящающий ваш так всякий кто будет засловить отца своего или мать смерти должен быть предан отца своего мать свою он засловил кровь его на нем и тот кто преливодействует замужней женщиной тот преливодействует женой ближе своего смерти пусть будут преданы преливодействующие преливодействующие человек который ляжет женой отца своего ноготу отца своего открыл он смерти должны быть преданы оба кровь их на них и тот кто ляжет со снохой своей смерти должны быть преданы оба мерзие сделали они кровь их на них И если человек ляжет с мужчиной и продолжается с женщиной, мерзость сделали они оба смерти, пусть будут преданы и кровь их на них. И если человек возьмет себе жену и мать ее, это разврат. На огне пусть сожгут его и их, дабы не было разврата среди вас. И человек, который произведет издание семени своего со скотиной, смерти пусть будет он предан. А скотину убейте. Что скотину убивать? Потому что если его казнят, его вина будет снята перед Всевышним, уже все. А потом и уже все, его наказывать нельзя. А если будут потом люди встретлены вот с этим животным, тот-то, тот-то что-то сделал, его казнили. Чтобы это не вспоминать, животное тоже должно быть убито. А женщина, если станет переоколева скотиной для совокупления с ней, то убей женщину и скотину. Смерти пусть будут они преданы, кровь их на них. Если человек возьмет сестру свою, дочь отца своей или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это позор. Да будут они оторвуты на глазах сынов народа их. Наготу сестры своей он открыл, с грехом свой понесет он. Если человек ляжет с женщиной в необычной болезни ее, и открой наготу ее за то, что обнажил он исток ее, она открыла истечение кровей своей, да будут они оторвуты оба, ибо из среды народа своего. И наготы сестры матери твоей, и сестры отца твою не открывай, ибо тот, кто делает это, обнажает наготу свою, грех свой понесут они. Человек, который ляжет с тетей своей, и наготу дяди свою он открыл, грех свой понесут они, бездетными будут они. Если человек возьмет жену брата своего, во время отстранения ее, это осквернение. Наготу брата своего он открыл, бездетными будут они. Соблюдайте же все установления мои и все законы мои, и исполняйте их, дабы не историла вас страна, в которой я введу вас, чтобы жить вам в ней. И не ходите по обычаям народа, который изгоняет вас, ибо все все это делали, и вознушался я ими. И сказал я вам, вы завладеете землей их, и я отдам ее вам, наследие, страну текущую молоком и медом. Я Бог всесильный ваш, который вы у вас страны, выделил вас из всех народов. Отличайте же и вы, скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем, что ползает по земле, которых я выделил вам как нечистая. Будьте же мне святы, ибо свят я, и я выделил вас из народов, чтобы быть вам моими. И мужчина или женщина, если окажется среди них, вызывающий мертвых или знахарь, смерти добудут они преданы. Камнями пусть забросают их кровь, их на них. На этом глава Гдашим заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Читаем Хафицхайм. Любите делать добро, ежедневные вроки, умение давать. Уроки Рава Фишеля Шехтера по книге Хафицхайма Гават Хэсет перевел на русский язык и далее Спинады. День 16. 16-е Тишери, 17-е Ниссана. Гават Хэсет, раздел 2, глава 5. Желания родителей. Сегодня начнут думать, как помочь организации Хэсетов в своей общине. Дети, растущие, чтобы обрести мудрость и удостоиться богатства, из уст которых будут литься сладкие слова Торы, которые станут приближать других к Творцу, мечта всех родителей. Но родителям надо не просто хотеть этого, им надо сделать Хэсет, не объемливая частью своей жизни. Тогда, учит Хафицхайм, они удостоятся таких детей. Ясно, это обещание основано прежде всего на том, что благодаря добрым делам человек удостоится детей. Чтобы дети были мудрыми, сначала надо, чтобы они родились. Многие люди, которые отчаянно, любыми дорогостоящими способами стараются родить детей, не должны пренебрегать этим советом. Речь идет не об одноразовом действии, а о систематическом Хэсете, создании фонда беспроцентных суд. Он обеспечивает нуждающиеся семьи, обучение детей, людей, которых нужно связать с Торой. Это вложение времени, денег и сил, которое внешне может вознаграждаться рискноображением и разочарованием. Но эти постоянные усилия могут незаметно для глаз преобразить человека и его ситуацию. Многие в наше время делали это и добились успеха, свидетельствует Хафицхайм. Прежде чем дети станут мудрыми и богатыми, они должны быть здоровыми и крепкими. И Хэсет поэтому помогает. Хафицхайм рассказывает о человеке, который впал в отчаяние, потому что его дети умирали один за другим. Мудрый человек посоветовал ему создать фонд беспроцентных суд. Он последовал совету, и вместе с ростом фонда росла его семья. Через много лет фонд так разросся, что организованное время стало для этого человека слишком тяжелым. Он обратился к своему советчику и спросил, может ли передать кому-то управление фондом. Тот последовал продолжать, но он сказал, что слишком устал и передал управление. На следующий день сокрушенный, он пришел к двери советчика. Один из его детей умер. В личных воспоминаниях сын Хафицхайма рассказывает, что этим мудрым человеком был его отец. Эта история показывает глубокое желание Хафицхайма дать понять каждому еврею, что ему нужно бежать, что ему нужно бежать навстречу всякой возможности Зиад Хесед. Они отворачиваются от них. Это даст человеку великую награду. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кого намазал то, что мы этой часть не грешили, изучали Тору. Всем всего самого на лучшего. До встречи в понедельник, блин, это в час дня. Всем шаббат, шалом. Спасибо. 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 Спасибо.